ну что друзья здравствуйте у нас фронтовой город пару часов сегодня 25 сегодня опять стрелять начали уже я решил выехать поснимать что творится у нас в городе зима вернулась вообще вчера стреляли наверное часов до 10 вечера ночью я заснул вроде бы не стреляли в город не входили смешно конечно но никогда не ожидал что по улице Академика Павлова это наша улица в жилом районе пройдут танки БТР и блин то есть конечно это было так если честно жутковато немножко с этими железными гусеницами грохот стоял такой ну вообще жесть конечно так что война она страшная вещь я скажу что конечно люди живут в Донецке и Луганске в таких условиях много лет и это к этому привыкнуть наверное что невозможно на заправках кончилось топливо все заправки закрыты как бы в магазинах очереди чуть-чуть стали поменьше все равно есть я еду в сторону окружной откуда были слышны взрывы но они как бы не с этой окружной а у нас есть такой район пятихатки пятихаток пятихаток в принципе где-то оттуда слышно но отсюда это окружной где-то 500 метров будем выезжать я посмотрю там наверное кто-то должен стоять или полиция или военный потому что есть такое предположение очень сложно по видео но я имею ввиду по ютубу найти какую-то правдивую информацию то есть там что попало лепят то есть не показывает откуда съемки велись кто их ввел вот плюс предупредили об ответственности за съемку передвижения украинской техники и так далее то есть типа все надо шифровать чтоб никто не знал потом будут находить и пинать и так что друзья войну технику снимать не буду люди пока и не заедем в городе все спокойно люди идут по своим делам многие ночевали ночь в подвалах каких-то кто знакомых кто в подвалах дома хотя панельный дом понятно это не лучшее побоубежище в метро бесплатно пускают людей они там спят ну в повалку короче естественно никаких условий не создали никаких нартом или что нибудь хотя бы приспособить то что взял кто стулочку взял по матрасик взял кто просто делать в общем такие вот дела замечательная погодка и сейчас это минус один градус улицу очень хорошо здесь что это военная ситуация она конечно не нравится мне я человек мирный как оказалось ну все конечно переживают потому что у нас очень плотная городская застройка здесь то есть районы огромные жителей тут мирных как я лично много дома стоят плотную один к одному я еду сейчас если вы видите то есть не дай бог залетите да о пошли первые военные машины вообще стоит занесена сням без номеров с пушкой не понятно чья просто повернул и развернулся там от 500 метров загружная ничего не видно что там делается типа ничего не видно машины какие то стоят то ли проверяют то ли полиция стоит короче дальше не поедем поедем назад в городе машин практически нету я выходил все говорят ты че куда ты едешь блин вот ехал снять хроники прифронтового города страшно конечно Харькове говорит как-то прифронтовом городе вот такая история вчера была ситуация такая значит на заправках километровые очереди в супермаркетах народу возле газ было столько что просто ну часа на 3-4 стоять на выезд из города выезд в сторону запада ну грубо говоря в сторону юга то есть у нас это северный выезд в сторону белгорода до белгорода от нас где-то 70 километров а до границы 35 вот а южный там на днепр выезд он в противоположной стороне города вот в этом направлении стояла 5-километровая пробка я ее тоже заснял вот а в сторону киева я не ездил в центре у нас было все спокойно на площади советской украины вернее на площади конституции в центре тоже спокойно то есть везде все было спокойно в принципе проблем не было больба была весь день ну такая вот с затуханием то есть то близко ударят то ну я не опытный человек не могу сказать на каком расстоянии были взрывы были глухие но стекла чуть-чуть прибежали но не сильно ну вчера люди многие были на чемоданах то есть реально с чемоданами выходили и как бы пытались уехать куда-то ну я вообще этого не понимаю куда можно уехать куда уехать можно из страны и если и ну вот на заправку очередь видите сейчас типа здесь наверное бензин сохранился ну это такая левая заправочка здесь бензин не очень хорошего качества но люди походу хотят заправиться хотя бы чем не вот это не фирменная заправка здесь бензин не очень хорошего качества вот ну то есть много людей решили куда-то уехать ну я не знаю конечно на счет этого куда можно уехать от войны должны больше наши руководители страны думать чтобы войны не было они чтобы люди думали куда для войны уехали ну я конечно тоже не ожидал я готов был принимать ставки что российская федерация не нападет на Украину то есть это была у меня уверенность стопроцентная потому что жертвы никому не нужны а жертв будет очень много потому что у нас до хера отмороженных националистов которые блять просто отморозки блять гандоны хуево вот и они не сдадутся поэтому будут жертвы с одной и со второй стороны а война в принципе не нужна никому за кого воевать ну если бы америкосы на нас напали я бы сам пошел воевать о поставили заграждение ну блин смешно ну что для танков эти заграждения ааа бог то ему блокпост поставили короче цирк на дроте был короче вот такая друзья состояние не стояние полного лифта отключили интернет работал утром интернета не было домашнего связь и интернет работают все в полном объеме так сказать что передает по телевидению я не могу сказать я телевизор не смотрю уже много лет то есть я сторонник ютуба то есть смотрю ютуб а в ютубе конечно будем так говорить Украину смотреть смешно потому что Украина давит свою политику Россию смотреть смешно потому что она свою политику ну и во время войны всегда так делается каждая сторона конфликта она показывает свои действия и отношение к тому что происходит поэтому как бы непонятно что происходит блогеры тоже они же ангажированные то есть кто то за что то получает деньги кто то ну в общем независимых блогеров кроме меня которые ни хрена с ютуба не зарабатывают нет вот такие дела над самолетом и вертолетом я над нашим городом не видел ну не слышал как говорят то есть окно держу специально открытым чтобы понять когда эти самолеты или вертолеты будут пролетать ну как видите ситуация спокойная по поводу плотности застройки вот я говорил смотрите какая у нас плотная застройка то есть это районы одни из крупных были в Советском Союзе когда в принципе строили дом к дому вообще плотную стенки делали огромные то есть вот дом как стоит в нем сразу четыре дома то есть объединено ну и такая плотность застройки по всему району то есть вот район ну так где то расстояние 500 на 500 метров плотности ну нереально там я не знаю сколько домов но огромное количество просто ну как видите машин мало людей мало то есть хотя погода хорошая но снежочек идет переходящий немножко оттуда но в принципе все замечательно ну вот такие вот дела друзья мои надеюсь что это ну это как бы ну что там говорить что эта война закончится как можно скорее и не будет мирных жертв и будет минимальное количество убитых из той и той стороны потому что это все наши люди которые в общем-то не виноваты ни в чем и решать вопросы надо реально сделать один большой ринг такой и выпускать дедушку Байдена Зеленского, Кукина и пусть они там решают свои вопросы на ринге дать им оружие, ножи там, топоры и пусть месят друг друга и депутата выпускать Рада на Раду там Рада на Верховный Совет и вперед пусть месят друг друга а мы будем на это смотреть и хлопать в ладоши а то привыкли только бабло считать суки на этом друзья мои оканчиваем свой репортаж как видите ситуация спокойная пока что в Тарькове но это разумно то есть хорошо что никто не напал не вошел в город потому что здесь бы жертвы были огромные просто нереально я прокатился и сейчас ставлю машину и там репортаж будет закончен опять стреляют где-то близко стреляют где-то близко стреляют но можно на петухать здесь сверху непонятно как расходится